Суббота. Есть еще маленький анонс. Люди, которые мерзли в ночь с пятницы на субботу, пожалуйста, сообщите корпус и этаж, чтобы мы могли принять меры. В каратильном подразделении. Да. Мне, Паша Чеботареву, кого найдете? Ну, сообщите. Хорошо. Спасибо. А сейчас у нас применение клажурной разработки. Дмитрий Бушенко, меня забирайте, пожалуйста. Привет всем. Меня зовут Дмитрий Бушенко. Ну и мой доклад сегодня про клажуры. В общем, я обычно про клажуры рассказываю или про другие листы. Вот. Ну, сейчас максимально практический доклад о том, как, в принципе, клажуру можно применять в веб-разработке, как мы применяем ее у себя на фирме. Вот. Я работаю в IT. Ну, вообще, я посмотрел, там регламент очень такой жесткий, 20 минут всего, поэтому я постарался ужать по максимуму и показать только самое интересное, что у нас есть в клажуре для веб-разработки. Ну, приступим. Во-первых, что такое клажура? Клажура – это очень такой современный лист, сильно осовремененный, который работает на нескольких платформах. На GVM, на .NET, на JavaScript, такие самые промышленно распространенные, и, ну, на прочих, но еще так не доработанных. Вот. Поэтому, в принципе, тем, кто нравится лист там или клажура, они, естественно, там могут попытаться протолкнуть этот язык в своей фирме, но, как правило, менеджеры очень негативно относятся к таким его введениям. Ну, и в основном, конечно, волнует два вопроса. Значит, где найти программистов на этом языке и насколько развита инфраструктура. Ну, естественно, что вы можете там пиарить этот язык там как угодно, да, сказать там, что вы можете прибавить тысячу процентов производительности, сделать с сайтом весь веб-приложение за один день, но кто потом после вас его будет поддерживать? Вот. Этот вопрос очень сильно волнует руководство. Ну, и второй вопрос, это, естественно, насколько развита инфраструктура, потому что язык может быть сколь угодно классным, вот, но если у него, например, нет библиотек, то как с ним работать? Вот. Ну, вот, этих двух вопросов я и хочу коснуться в этом докладе. Здесь у меня на слайде изображение Лиспа, это маскот Коман Лиспа, который изображает инопланетянина, который принес нам эту инопланетную технологию, такую непонятную, странную. Вот. Значит, по первому вопросу, насколько сложно найти Лиспера? Ну, в принципе, любой Лиспер может писать на клажуре почти сходу, потому что там все понятно, все похоже. Я вот задался этим вопросом и посмотрел на рейтинг Тиобе по известности, по популярности языков. И смотрите, что я обнаружил. Вот у нас тут есть Лисп, у него популярность вроде не очень большая, ну, почти процент, да? Но она все-таки выше, чем у Matlab, чем у Basha, TransactQL, и даже когда-то такой жутко популярный Delphi, они уже все позади. И, в общем-то, сравнимо даже с популярностью JavaScript. Ну, так, конечно, меньше процентов на 50, но все-таки, учитывая распространенность JavaScript, это, конечно, неплохой результат. А еще вопрос. А есть тут кто программирует на Scala, на Erlang? Вот есть, ребята. Вот смотрите, один из диалектов Лиспа, Скима, видите? У него популярность гораздо выше, чем у Скалы даже. И у Erlang. Не Клажура, конечно, но тем не имеет Лисп. А любого Лиспера возьми, дай ему Клажуру будет писать, без проблем. Но вообще, конечно, нас, Лисперов, очень мало, ничего не поделаешь. Конечно, там пытаются проводить какие-то образовательные программы, особенно вот на Западе, курсы есть там различные. Ну, у нас такого пока нету. У нас даже русскоязычной литературы еще нет в Клажуре. Хотя вот сейчас идет перевод к Клажуре программинга. Вот. Но есть и позитивные сдвиги. Вот в БГУ, например, недавно, вот в этом семестре осеннем, Никита Белоглазов проводил курсы, ну, факультативные по Клажуре. И вот он был первым. Ну, я думаю, что это хорошее очень начинание, и мы на нашей фирме решили продолжить это дело, тоже провести курсы по подготовке Клажуре программистов. Вот. Если кого-то там будет интересно, потом подойдите ко мне, я расскажу, как на них попасть. Дистанционно там и оффлайновые. Вот. Ну, в общем, что я хотел сказать, вот сейчас это то, что Лисперы есть, пусть их немного, но они есть. Но их будет становиться больше. Вот. Ну, а теперь конкретно к инфраструктуре Клажуры, что у нас здесь есть. Во-первых, Клажа очень классно, так бесшовно, интегрируется с хостовой платформой. То есть, если с GVM, то вообще без проблем компилируется в Java Bytecode, в Java классы. Поэтому мы можем хостить наши приложения на серверах приложений, например, на Jetty, Tomcat, JBoss. То есть, вообще, то есть, берем любой промышленный сервер и никаких проблем абсолютно. Захостили. Это намного круче. Вот, я думаю, что здесь есть Ruby программисты, да, как у вас там сейчас с диплойментом. Наверное, есть проблемы. А крыльни мат не было. Что? Нет проблем? Не, ну хорошо, просто я помню, что пару лет назад там сервера приложений были не очень. Вот, что до классических Lisp, там Common Lisp, например, и Racket, у них сервера приложений еще хуже. Поэтому, конечно, наличие промышленных серверов тут, ну, решает многое. Вот, плюс, пишется все это в функциональном стиле, я позже покажу сервер лет в функциональном стиле. и самый прикол в том, что вот библиотеки на кладжуре пишутся, вот, все, кто там вот пишет библиотеки, все стараются реализовать предметно-ориентированный язык. Поэтому вы здесь видите, ну, DCL, это Terminal Specific Language, предметно-ориентированный язык. Здесь мы видим, что все вот три звена, контроллер, модель и презентация реализованы при помощи DCL. Вот, я вам сейчас их покажу. А, вот это у нас, короче, стек технологий, вот, которые используются в кладжуре. Значит, фреймворков у нас нету. Был один, но умер веб-наю. Умер под грузом, скажем так, своих недоработок, потому что, ну, фреймворки в функциональных языках как-то не приветствуются, потому что функции сами по себе, они гораздо более удобный способ абстракции, вот, позволяют достичь большей модульности. Ну, и вот, собственно, здесь тоже. На каждом из уровней мы можем выбирать одну или несколько библиотек, и при этом мы не зависим, вот, ну, как бы нет обратной зависимости. И выбрав, например, компожиру, мы не обязаны там следующий уровень основывать на этом. вот, скажем, в Java это не так. Если мы выбрали Spring, то мы уже, скорее всего, не будем использовать JEE там или GUI-C от Google. Да, так вот, как выглядит сервлет? Вообще, довольно забавная речь, потому что, кто писал сервлеты, они там помнят, что нужно реализовать класс, у него там две функции, по-моему, do, 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 здесь все не так. Здесь сервлеты, это просто функция, хендлер. Вот. Она принимает реквест, обрабатывает его каким-то образом и отдает респонс. Все. Больше она ничего не делает. Они не изменяют никакие данных, там, где-то никаких сайд-эффектов. Если что-то нужно дополнительно, добавляется вот мидловое. Вот. Так выглядит запрос на ринге. Вот, смотрите, здесь мы получаем какие-то данные, ну, естественно, это вот, кто не знает синтаксис окложуры, это так выглядит хэш-мап. Двоеточие, хэдерс, это ключ, ну, и там значение. Соответственно, здесь мы тоже возвращаем ключ значения. Ну, а вот теперь смотрите, это библиотека компожура для организации маршрутов. Значит, всего четыре макроса, get, post, put и delete. вот, это такой мини-мини предметно-ориентированный язык, и вот эта штука, она слизана с библиотеки Ruby Sinater. Напоминает вообще? Смотрите. Ну, и надо сказать, маршруты вот эти, они здорово напоминают, как вот Ruby on Rails мы определяем. вот. Ну, на мой взгляд, вообще очень простое, элегантное решение. SQL, посмотрите, как реализуется доступ к базам данных. Вот, обычно в Java у нас есть какой-то ORM, как там этот, GPA, Hibernate, у них там еще дополнительные языки, JPQL, HQL, вот, здесь нет, это предметно-ориентированный язык, в который превратился глажура для доступа к базам данных. Вот. Мы здесь имеем все те же самые операторы, ну, выглядит, сами видите, почти как SQL. С HTML то же самое у нас. В основном? Да. Значит, все это, обратите внимание, все это структуры данных кложия, то есть, тут нету никаких там лишних дополнительных протоколов, там, или файлов. Это вот так вызываются функции, вот. Здесь, это же скайп и скопи-пайп. Скайп и скопи-пайп. Через скайп, наверное, да, не передашь. Не, ну, на самом деле, вот это, вот эта вот библиотека для реализации вот таких шаблонов называется хикап. Ну, она так распространена среди именно программистов, которым просто лень там верстать, они вот так вот накидали по-быстрому. Ну, да, чем-то PHP напоминает. А вообще, мне очень нравится библиотека N-Live и N-Focus, вот, они вообще еще лучше разделяют код и данные, потому что, значит, берется HTML, вот здесь у меня показано, HTML, User's List, HTML. По ID-шнику элемента мы находим, какой элемент нам нужен, ну, в дипке, да, это параметр функции для определения сниппета. Ну, и вот там, в этом, в найденном элементе мы можем там поменять какой-то атрибут, то есть, вся логика находится на кложуре, а верстку, которую вы получили от дизайнера, вы ее никак не преобразуете. Вот, как вам дал верстальщик, файл HTML, так вы его и используете, вы не добавляете туда никаких управляющих конструкций. То есть, это не то, как в Ruby, там, в ERB нужно добавить там еще какие-то вещи, или в Java, JSF-теги, например, или GSP-теги. Просто HTML как есть. То есть, очень сильно напоминает jQuery в этом вопросе. Ну, на самом деле, очень удобно. Вот. Код на клиенте тоже, как вы можете заметить, пишется, не на JavaScript, а на ClojureScript, который потом компилируется в JavaScript. Тоже, библиотека хватает. Вот это, например, JQ, это привязка jQuery к ClojureScript. Ну, тоже очень, по-моему, все очень просто и все очень понятно. А теперь сравним немножко, что у нас есть в разных технологиях. Самая малость троллинга. вы видите, вы видите, что, ну, целый зоопарк вот в этих технологиях. Я просто, ну, лучше всего знаю Java и Ruby вот из таких более-менее промышленных языков, поэтому их сравниваю. Ну, например, мне больше Ruby импонирует, потому что у него хотя бы на маршрутизаторе там в Ruby описываются запросы. Там конфигурация можно через Ямл, тоже в русской, структуре данных, шаблонизаторы тоже, вот Хамл, тоже Ruby, по-моему. Вот. Но в Java там вообще полная беда. Там набор XML файлов, XHTML файлов, совершенно диких там технологий. Причем, если мы, например, использовали ORM, там надо еще отвязки делать, классы генерить к нему. Короче, какая-то такая муть. Вот мы на клажуре такого не делаем никогда, потому что, например, получив данные из базы данных при помощи тех запросов, мы их получаем сразу в виде структур данных клажуры в виде массивов и словарей. кошмар. Вот. Нам не нужно никаких там классов создавать, ничего. Вот. Эти же самые данные мы просто передаем, допустим, маршрутизатор. Из маршрутизатора в шаблонизатор. И на клиентский код. Заметьте, здесь нет ни одного перехода в JSON, там, сервизацию в swap, ничего вообще. То есть, как были данные в базе, мы там, ну, естественно, пропускаем через обработку. Да. Если говорить о клиентском в ходе контекста веб-разработки, то вы решили, более выполняете на страницу? Кложу скрипт, да. Ну, он компилируется в JavaScript. Компилируется он где? На стороне фраза? Нет, на стороне клиента. Ну, в смысле, во время разработки мы компилируем тот же скрипт в JavaScript, вставляем его в страницу. Там сейчас нету динамической компиляции, нету функции Eval. В этом вопросе несколько ограничен, конечно. Вот. Но, тем не менее, тоже прозрачный доступ к JavaScript есть. Вот. Так у нас выглядит разработка на клажуре. Ну, как я уже сказал, есть в этом определенное преимущество, потому что очень просто интегрировать все эти слои. Нам не нужно никаких дополнительных там танцев с губнами. Например, генерить эти привязки к таблицам там или привязки к UI элементам. Вот. Ничего этого не нужно. Вот. И не нужно сервизовать данные во всякие протоколы, интегрироваться при помощи протоколов. Тоже очень удобно. Ну, и выводы, как я обещал. Закончил быстро. Кложу обладает всей инфраструктурой, чтобы писать сайты. Ну, мы пишем веб-приложении на этом. Ремки всякие небольшие. Ну, вот такое. Вот. Но, надо сказать, что, конечно, чтобы писать на клажуре, нужно определенное образование. Немножко нужно поучиться. но как вывод, как выход от этого всего, решение ваше будет достаточно простым и элегантным. Ну, вот. что я хотел вам рассказать. Если есть вопросы. Да. на украинение.